А написательская распространяется? Вы, в общем-то, достаточно плодовитый, как мне кажется, писатель. Да нет, я... Больше дюжины книг вы сами пишете или надиктовываете, как это принято в вашем... Нет, 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 я терпеть не могу интервью давать, потому что потом я заново всё пишу. Ага. Это нет. Я пишу, и вот я напишу сейчас про спектакль «Нет лет» и про потерю... А я перебью сейчас, вы пишете на компьютере или прям пишете вот по старинке пером? Только от руки. Это правильно. Говорят, совершенно другое словосложение. Но я вам скажу, что и актёры, с которыми я как режиссёр сталкивался, и в том числе вот эти золотые, музыкальные, пластичные, здорово играющиеся молодые люди, играющие «Е». И себя тоже. Молодые актёры и актрисы театра на Таганке, и театра Рамта, моего любимого театра, Бородина, и театра Женовача. Это очень молодой, харизматический, грибной, так сказать, оазис, если хотите. А есть театры, но вот случилось. Кирилл Серебренников прорвался и сделал «Гоголь-центр». Сколько гадости наговорили. И актёров бедных заморочили. Ну что делать? Это отпадает всё. Не, ну прекрасно, что вы вот можете своим авторитетом, своим словом поддержать Кирилла, потому что я тоже считаю, что то, что он сделал, это очень здорово. Надо, 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 надо. Ну как же, конечно, надо. Костя Богомолов. Алика посмотрела спектакль, там её подруга Даша Мороз играет. И думала только на Дашу смотреть. Три с лишним часа. Папа, я, по-моему, со времён Таганки так долго не высиживала. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».